В домике на опушке леса жила семья. И была у нее дочка, добрая и веселая. По деревне всегда она ходила в нарядной красной шапочке, поэтому все ее звали Красная Шапочка. Однажды напекла мама пирожков и говорит Красной Шапочке, отнеси ты, доченька, эту корзину с пирожками бабушке. Только иди, только иди по тропинке, никуда не сворачивай, а то повстречаешь сеного волка. Вошла Красная Шапочка в лес и захотела нарвать цветок для бабушки. Да так увлеклась, что забыла слова мамы. Не заметила девочка волка, а волк решил съесть девочку. Подошел он к Красной Шапочке и спрашивает. Куда ты идешь, Красная Шапочка? Я иду к бабушке и несу гостиницу. Я тоже проведаю твою бабушку. Я по этой тропинке побегу, а ты ступай по другой. Она покороче, сказал волк и помчался короткой дорогой к бабушке. А девочка пошла по длинной. Прибежал волк к бабушке и стучит за дверь. Кто там? Это я, Красная Шапочка. Принесла тебе пирожка в масло. Подтяни девочка за бежевочку, дверь откроется. Не успела бабушка и лохнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Надел бабушкин чипец и лег на кровать. Тут и Красная Шапочка пришла. Глянула на бабушку и спрашивает. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы тебя крепче обнять, внучка. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Чтобы тебя хороше видеть. Ой, а зачем тебе такие большие зубы? Чтобы тебя съесть. Зарычал волк и помчил Красную Шапочку. А в это время мимо дома проходил охотник. Он услышал шут и заглянул в окно. А на кровати лежал волк с огромным животом. А теперь от меня не убежишь, сказал охотник и выстрелил. Пах! Распорол охотник брюхо волку. А оттуда вышли бабушка и Красная Шапочка. Распорол охотник брюхо волку. А оттуда вышли бабушка и Красная Шапочка. Обе живы и здоровы. Все были счастливы. Охотник забрал волчью шкуру. Бабушка отведала пирожков. А Красная Шапочка решила никогда не заходить в темный лес. Распорол охотник брюхо волку.